Донбасс признается оккупированной территорией, Россия опять называется страной-агрессором. Мы с вами до новостей говорили о том, что аргумент с маленькой победоносной войной уже не действует, но тем не менее есть одна точка, где Россия при желании может найти приложение своих сил. Вы знаете как? Что? Сделать доброе дело и выйти оттуда наконец? Или что? Как она может приложить свои силы? А вот, собственно, дальше варианты. Нет, ну, то, что понятно, что они это признали в очередной раз, что мы их оккупировали, совершенно очевидно, что да, мы их оккупировали, действительно, как мы это делали с Приднестровьем, как мы это делали с Южной Осетией, с Абхазией, мы этим занимаемся. Мы для того, чтобы сохранить принудительно влияние в республиках бывшего СССР, которые дрейфуют в направлении Запада, создаем на их территориях управляемые конфликты, гражданские войны, и тем самым препятствуем их вождению в НАТО, потому что, согласно уставу НАТО, нельзя принимать страны с неразрешенными территориальными конфликтами. Вот тот смысл, который за этим скрывается, один из главных. Таким образом, мы создаем буферную зону, принуждая эти страны оставаться, даже если не в нашей зоне влияния, то, по крайней мере, соблюдать определенный нейтралитет. А если руководство этих стран вдруг в какой-то момент начинает себя вести совсем уж по отношению к нам нелояльно или скандалит, тогда мы подливаем керосинчику в огонь, и эта ситуация обостряется. Поэтому только там какой-нибудь Сергей Марков или Максим Шевченко могут говорить, что никакой оккупации нет, или что там идет гражданская война, к которой мы не имеем никакого отношения, да, конечно, случались добровольцы, но это полная обычная пурга, которая разводит в достаточной степени на федеральных каналах для того, чтобы еще загрязнять эфир вашей уважаемой радиостанции. Но, к сожалению, нам приходится этим заниматься. Продолжение следует...